Доминиканская республика – это красивейшее место, раскинувшееся на востоке острова Гаити в окружении волн Карибского моря. Это одна из самых посещаемых стран Карибского бассейна. Она знаменита своими бесконечными белоснежными пляжами и их протяженность составляет больше тысячи километров. Миллионы туристов в год посещают эту интересную страну с невероятно красивой природой. Своё современное название страна обрела только вместе с независимостью. Будучи ещё испанской колонией, она называлась Санто-Доминго. Сейчас это название носит её столица. Официальный язык здесь испанский, хотя в туристических зонах большей популярностью пользуются английский, итальянский, французский и немецкий языки. Это тропическая страна. Здесь круглый год очень тепло и влажно. Сюда можно ехать в отпуск даже в сезон дождей, так как они идут преимущественно ночью и незатяжные. А зонтики здесь используются чаще всего как защита от солнца, а не от дождя. Основное население страны – это люди смешанной расы мулаты. Они составляют примерно где-то 73%. 16% – это белые европейцы, в основном испанцы, французы и остальные 11% – это темнокожие, в основном из африканских стран. Население Доминиканы приблизительно составляет 10 миллионов человек. Основной религией является христианство. Его исповедуют более 96% населения. Доминиканцы очень любят музыку, танцы, игру на музыкальных инструментах. Они очень жизнерадостные, веселые, всегда улыбаются и редко, когда можно встретить хмурого человека. Именно Доминикана считается государством музыки и танцев в стилистике румба. Доминиканцы очень расслабленный и неспешный народ. Если вам пообещали, например, уборку номера через 15 минут, то здесь не стоит ожидать пунктуальности, так как никто никуда не спешит. В Доминикане нет пенсий. Стариков чаще всего содержат их дети или родственники. Как и в других латиноамериканских странах, в Доминикане девушки считаются достигшими совершеннолетия в 15 лет. Здесь доминиканец может жениться после 16 лет, а доминиканка выйти замуж после 15. Но только при одном условии, что родители согласятся с желанием детей. Доминикана очень богата курортами и вот самые популярные из них. Хуан де Лио, Бока Чика, Порто Плата, Ла Романа и, конечно же, Пунта Кана. Именно здесь сосредоточена основная туристическая инфраструктура. Здесь большое разнообразие отелей, ухоженные пляжи, красивая природа. Часто на территориях отелей можно встретить разнообразных птиц, черепах, калибри. Как и на Кубе, здесь нету в домах привычных нам стеклянных окон. Их заменяют деревянные или металлические жалюзи. Также в Доминикане отсутствует подача горячей воды. Но учитывая, что на острове круглый год достаточно жарко, то таким образом вода успевает неплохо прогреться на солнце. Несмотря на мировую славу доминиканских сигар, сами доминиканцы практически не курят. Одна из причин – это высокая стоимость сигар. Доминикана является крупнейшим в мире экспортером табачных изделий, кофе, какао. Но интересно, что шоколад здесь не делают и попросту делать не умеют. Национальным видом спорта Доминиканской республики является бейсбол. Лучшие бейсболисты мира родом именно из этой страны. Знаменитый фильм «Парк юрского периода» снимался именно в Доминикане. Доминиканская кухня может быть достаточно экзотичной для иностранного туриста. В ней сочетаются необычные вкусы, много различных блюд, а также разнообразных фруктов – манго, кокосы, гуавы, бананы и другие экзотические плоды, которые могут быть неизвестны жителю северных широт. Доминиканцы обожают мясо, хоть и не могут его себе так часто позволить из-за его дороговизны. Интересно, что морепродукты и блюда из рыбы не пользуются особой популярностью среди местного населения, зато находятся в большом почете у иностранных туристов. Если вы собираетесь в путешествие в Доминикану, то не забудьте взять специальные адаптеры для розеток, так как в сети здесь постоянное напряжение составляет 110 вольт. Интернет-связь в стране развита отлично. В большинстве крупных отелей и ресторанов туристам предоставляется бесплатный вай-фай с достаточно хорошей скоростью. Доминикана часто ассоциируется у туристов с бесконечными пляжами, раскидистыми пальмами, ласковым морем, но это отнюдь не единственное, чем страна может восхитить путешественников. Здесь множество достопримечательностей, красивейших мест, шикарная природа, национальные парки, которые стоит непременно посетить. Субтитры создавал DimaTorzok